МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оставить под стражей апелляционный суд Киева вынес свой вердикт в мере пресечения для нардепа Надежды Савченко. Ее, напомню, арестовали по обвинению в подготовке госпереворота и адвокаты оспаривали этот арест. Почему суд отказал и кто хотел взять Савченко на поруки? Все детали судебного процесса в материале Александра Васильченко. Апелляционный суд. В зал заседания, забитый журналистами, с плакатами заходит несколько сторонников Надежды Савченко. Требует освободить депутата. Надия, быстро бой! Надия, быстро бой! Вскоре заводят и саму Савченко. Снова в черной футболке с белым трезубцем и улыбкой на лице. Сначала ее посадили в стеклянный бокс. Нардеп потребовала отвода прокурора Александра Климовича. Но суд отказал. Затем Савченко заявила, что не доверяет суду и потребовала сменить коллегию. Но это ходатайство суд не удовлетворил. После этого адвокаты заявили, что у прокуроров нет доказательств того, что Савченко готовила теракт. И покидать территорию Украины она не собирается. Отпустить Савченко потребовал и бывший нардеп и диссидент Степан Хмара. Хмара Степан Илькович. Идетував заяву про желание взяти на поруки Савченко Надею Викторовну, я прошу ей передать суду. Дякую. Это ходатайство также не поддержали. Прокуроры заявили, что Савченко может влиять на ход расследования и свидетелей. Поэтому потребовали оставить ее под стражей. Если у вас есть такие доказательства, пожалуйста, дайте журнал. Не нужно быть в поле зрения. Я считаю, что поданное колпотание не обвиняется. Единую метость, с которой оно подано направлено на затягивание судового развития и уникновение криминальной литературы. Выслушав мнение сторон, суд вынес решение оставить Надежду Савченко под стражей без возможности внесения залога до 20 мая 2018-го. Александр Васильченко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Скандал в Ахмадете. Столичная прокуратура расследует кражу медикаментов в детской больнице. Следователи утверждают, что медсестры и заведующая складом якобы похищали лекарства, предназначенные для пациентов. Подробности далее в сюжете. Вначале следователи пришли с обысками только в одно отделение и обнаружили пропажу 10 видов разных препаратов. Некоторые из них имеют в своем составе наркотические вещества. Тогда решили проверить и другие отделения Ахмадета. Установлено, что в продолжении 2012-2015 годов в Казани медицинские работники привиласнивали лекарские средства, которые предназначались для пациентов этой лекарни. Вот так в шести отделениях были выявлены такие порушения и бесследность уничтожения лекарственных средств. Найбільшая недостача была выявлена в отделении интенсивной химиотерапии. Всего недосчитались лекарств почти на 8 миллионов гривен, говорят в прокуратуре. В массовой краже подозревают заведующую складом и шесть медсестер из разных отделений. Правоохранители считают, что последние наворовали на 5 миллионов гривен. Медсестер на время отстранили от работы. Убирая какую-то количество лекарств, медсестер мали запускать соответствующие журналы известности, как они используют. И соответствующие сообщения мали вноситься в историю хвороб детей. Однако, как установлено следствием, в течение трех лет такие записи не ввели. Заведующей складом уже избрали меру пресечения домашний арест. По данным следствия, она подделывала документы под предлогом выдачи препаратов для больницы, присваивала лекарства. Общая сумма недостачи за три года составила около 3 миллионов гривен. Теперь женщине грозит до 7 лет тюрьмы. Ксения Барвиненко, Вячеслав Фролов, подробности, телеканал «Интер». В столице прошел четвертый съезд Совета Федерации профсоюзов. Утвердили стратегию развития тред-юнионов в Украине и озвучили список требований к власти. По словам представителя профсоюзов в парламенте Сергея Каплина, принимая социально значимые реформы, власть обязана учитывать мнение организации и при этом перестать претендовать на ее автономность. Если на Печерских холмах требования профсоюзов не услышат, то в столице ждут массовые протесты, заявил нардеп. Праведливое подвищение пенсии звелося до стимулювания росту инфляции, росту цін. Можем поставить на место нынешню владу, змусить их нарешті представить программу и перестать заниматься маніпуляциями. Затверджена сзъездом стратегия діяльности до 2021-го, Европейский выбор засвідчила, что Федерация профспоюзов имеет политическую волю, знает, что делать и как усиливать свой влияние, як на більшій громадській організації країни на суспільні процеси. Масштабные проверки пожарной безопасности стартують с завтрашнього дня в Україні. Инспектировать будут торговые центры, кинотеатры, школы и детсады. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с главой госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Если предприниматели будут препятствовать инспекторам, пригрозил привлечь силовиков. В то же время предупредил у спасателей, что проверки не должны стать инструментом давления на бизнес. Нам не треба ни штраф, ни санкции. Нам треба безопасность людей в этих закладах. И поэтому очень важно, чтобы вы быстро работали, давали свои рекомендации. И эти рекомендации должны быть представленными бизнесами. Выконаны будут очень быстро и качественно. И если кто-то в гонитве за гривнею додатковую хочу захарашивать свой заклад додатковыми конструкциями, которые обмеживают план эвакуации и так далее, то встанно треба очень жестко потом поступать. Я бы хотел, чтобы батьки с детьми абсолютно спокойно отведывали такие массовые заклады и не переживали. Або батьки отпускали своих детей в кинотеатр и не думали про то, что, не дай бог, там что-то может случиться. Уборщицы могут расслабиться. В НПК разъяснили, кто в антикоррупционных организациях должен подавать электронные декларации, а кто нет. Так, требования отчитываться не касаются тех, кто не задействован непосредственно в противодействии коррупции. Это, например, офис-менеджеры, бухгалтеры, поставщики продуктов и канцелярии. Да и сами активисты обязаны подавать декларации только если они фактически борются с коррупцией, а не просто потому, что такая деятельность указана в уставных документах их организации. Напомню, срок подачи декларации для антикоррупционеров заканчивается 1 апреля. Тех, кто этого не сделает, можно будет привлечь к уголовной ответственности. Лидеры стран Нормандской четверки намерены ускорить имплементацию минских договоренностей. Чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, первые лица Германии, Франции, России и президент Украины Петр Порошенко договорились в ближайшие месяцы добиться соблюдения минских соглашений всеми сторонами. Кроме того, поддержали решение ввести на Донбассе режим тишины, начиная с 30 марта. Обсудили и вопрос освобождения пленных главы государства. Отметили, что для освобождения украинцев нужно приложить максимум усилий и провести обмен по формуле всех на всех. Украинская армия готова к пасхальному перемирью, уже заявили в штабе ОТО. Напомню, согласно договоренностям, оружие должно умолкнуть сегодня ровно в полночь. Хотя пока что на грядущую тишину нет даже и намека. Сегодня уже 32 обстрела. На всех направлениях боевики ведут огонь из минометов, гранатометов и пулеметов. А в Павлополе и Толоковке применили бронетехнику. Двое украинских военных ранены. Еще один пропал. Сейчас идут его поиски. А накануне в Авдеевке подорвался на мине майор госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сапер с шестилетним стажем, у которого за плечами тысячи обезвреженных мин попал во вражескую ловушку. Сейчас он находится в больнице имени Мечникова в Днепре. С ним поговорила Елена Миндалюк. Спустя сутки после ранения Анатолий чувствует себя гораздо лучше. Говорит, наконец-то ушла головная боль. Рассказывает, мина взорвалась в метре от него. Сапер как раз занимался чисткой трассы Константиновка-Донецк накануне приезда миссии ОБСЕ. Служба безопасности заметила на обочине две противопехотные мины. Спасатель предполагает, они предназначались для наших военных. Между позициями 80 метров, вот так вот скажем. Если бы на них, на ихний, то работали бы с той стороны люди. А так как это возле наших позиций натыкана, как бы, должны были бы снять. МОН-200, ну, видимое, МОН-200 на горке с землей стоял, установлено. Но направлено на наши позиции. Обезвредить вражеские мины Анатолий не смог. Напоролся на мин-ловушку. Есть мины-ловушки стандартные, так скажем, которые ставятся под какие-то предметы. Но у меня были бы какие-то осколки на лице. Вот, так, в принципе, тело у меня защищено было бронежилетом, каской, ну, то есть, фартухом. Вот. И поэтому, я так понимаю, там, может быть, шашечка какая-то и была вместе с датчиком движения. Я даже не успел ничего трогать. В результате взрыва у Анатолия черепно-мозговая травма, перелом правой руки, осколками посекло лицо. Больше всего пострадали глаза. Впрочем, прогнозы врачей обнадеживающие. Он в состоянии средней тяжести. Жизни его ничего не угрожает. Однако, предстоит еще впереди провести несколько операций на глазах, чтобы восстановить полностью зрение. Автальмологи уже сделали все необходимое для того, чтобы он видел, он видел тени. И в ближайшем будущем дают гарантии, что зрение обязательно Анатолий сохранит. В больнице с Анатолием постоянно находятся коллеги-спасатели. Сам мужчина из Славянска вот уже 6 лет работает сапером. На его счету тысячи обезвреженных вражеских мин. Он убежден, как только станет на ноги, тут же вернется на службу. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Великобритания готовит новую антитеррористическую стратегию. Нынешнее законодательство не отвечает реальным угрозам, решили в правительстве Терезы Мэй. О пересмотре концепции заговорили на фоне международного скандала с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. С подробностями Ирина Иванова из Лондона. Новый антитеррористический закон, пересмотр программы о выдаче визы иностранцам, а теперь еще борьба с отмыванием денег. Лондон противостоит Москве по всем фронтам. Финансовый комитет Палаты общин начал расследование экономических преступлений. По данным организации Transparency International, россияне вложили в британскую недвижимость миллиард двести миллионов долларов. Британская столица даже получила выполнять закон о финансах, происхождение которых не подтверждено. На этой неделе заморозили имущество неизвестного бизнесмена стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов. Пока ничего не известно о его гражданстве. Разглашать эту информацию или нет должен решить суд. Также Тереза Мэй озвучила идею запретить продавать российские бонды на лондонской бирже. До сих пор Россия могла брать займы на рынках капиталов ЕС и США. Глава британского правительства даже заручилась поддержкой Дональда Трампа в вопросе противодействия российской шпионской сети Великобритании и США. Лидеры по телефону обсуждали как ограничить подобную деятельность. Тем временем появились новые детали расследования дела об отравлении двойного агента Скрипаля и его дочери. Как сообщили в Скотланд-Ярде скорее всего они были отравлены у себя дома. Максимальную концентрацию химического вещества обнаружили на ручке входной двери их дома в Солсбери. Сержант Ник Бейли который тоже пострадал от отравления предположительно осматривал жилище Скрипалей. Вскоре деталей этого преступления может быть еще больше. Медики сообщают что дочь агента Юлия идет на поправку. Ирина Иванова Сергей Дубинин подробности Британское бюро телеканала Интер. В Брисуле состоялись судебные слушания по делу Салаха Абдеслама главного подозреваемого в организации парижских терактов. Напомню осенью 2015 в столице Франции погибли 130 человек 400 были ранены. Какое наказание ждет преступника расскажет Елена Абрамович. Брюссельский суд именно здесь решается сейчас судьба Салаха Абдеслама. Так как после парижских терактов он сбежал в Бельгию и прятался тут 4 месяца. Абдеслама задержали в брюссельском районе Малинбек в марте 2016 операция напоминала кадры из боевика оцепленные улицы перестрелки. Именно за огонь в сторону полицейских Абдеслама и судят в Бельгии. За теракты будут судить позже во Франции. Это был последний этап слушаний по Абдесламу. Решение суд вынесет 23 апреля. Федеральный прокурор потребовал 20 лет заключения. Абдеслам отсутствовал на этом слушании. А на предыдущем отказался свидетельствовать. Даже наедине с адвокатом. Французы ждут его показаний с нетерпением. Из девяти подозреваемых Абдеслам единственный, кто не задействовал пояс смертника и выжил. Почему он не подорвал себя как его старший брат Брахим, который устроил теракт в кафе неподалеку от концертного клуба Батаклан? Был ли его пояс смертника, который нашли в мусоре неисправным? Или же он передумал? Абдеслам не отвечает. Он верит в Аллаха и не боится суда, сказал Абдеслам на предыдущем слушании в феврале. И считает, судьи привзято относятся к мусульманам. Их судят беспощадно, нет презумпции невиновности, нет ничего, мы сразу же виновны, вуаля, мое молчание не означает, что я виновен, это моя защита. Такое поведение воспринимается молодыми мусульманами, склонными к радикализму, как героизм, пишут западные СМИ. И чем дольше будут тянуться суды, тем больше последователей Абдеслама может активизироваться. Последнее событие во Франции, молодой француз марокканского происхождения требовал освобождения Абдеслама и убил несколько человек яркий тому пример. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Дело Николая Мартыненко. Прокурор САП Андрей Перов, который ведет дело экс-депутата, получил выговор за ненадлежащее поведение в суде. Такое решение вынесла квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Жалобу на Перова подал адвокат Петр Бойко. Прокурора обвинили в личный неприездник Мартыненко и даже в нарушении прокурорской этики. Основанием стало заседание Соломинского суда в конце 2017 года. Тогда экс-нардепу позволили свободно выезжать за пределы страны. Когда судья зачитывала решение, Перов вышел из зала, хлопнув дверью. Этот поступок расценили как неуважение к суду. Если мы пройдем в дистанциональную палату, мы чудово должны понимать, что сейчас у прокурора Перова будет сформировано крайне негативное отношение к этой справе. У него будут особистые мотивы, и он будет действовать, на жаль, необъективно. Поэтому, безусловно, будем думать над тем, чтобы заявлять ему соответствую к лопатанию, приведу. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Охота за должниками. Как родителям и судосполнителям приходится выбивать алименты, и какие схемы придумали мошенники. Туберкулез на дому. К чему привела медицинская реформа, и почему по улицам ходить будет небезопасно. Кто сыграет президента? В США решили снять телесериал по скандальной книге о Дональде Трампе. Такими кадрами удивлять будут. Дорогое удовольствие. Праздники еще не наступили, а цены на продукты уже взлетели. Традиционный пасхальный набор кулич, яйца, мясное блюдо обойдется украинцам почти на треть дороже, чем в прошлом году. Что почем в столице и регионах подсчитывали наши корреспонденты. Перед пасхальными праздниками на столичных рынках хозяйки прицениваются к продуктам. Яйца дорогие, все дорогое, все подорожало. И мука надо, и яйца надо, и масло надо. Покупатели сетуют. Продукты подорожали, эксперты подтверждают, набор из кулича яйц и мясопродуктов по сравнению с прошлогодним обойдется почти на треть дороже. И это без спиртного и конфет. Ну, дивитесь, что самое большее, потому что мясо. Как вы не будете раховать, ну, фактически оно 50%. Ковбас, ну, до 50%. Яйца, ну, они, скажем так, десь, можно сказать, близко 30%. Мука подорожила не суттєво. Тому сам каравай, ну, оптимальна, как с моей точки зрения, 15%. В районных центрах цены тоже растут. На рынке Чугуева возле прилавков с мясом людей немного. Нардеп Юрий Бойко заехал поинтересоваться, почем сало. Здравствуйте, это что сало? 85 евро. Что народ покупает? Сколько? не, 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 свежая, да? А ну, свежая, ну, походи, надо снимать, горячий луку. Селяне жалуются, держать свиней сейчас невыгодно. Маленький поросенок стоит сейчас в пределах двух тысяч. Он у зерна стоит пять тысяч. Как его можно выкормить? Юрий Бойко говорит, это показатель провальной экономической политики. Государство перестало контролировать цены, не поддерживает фермеров. Людей просто нет денег. А вообще цены поднялись по сравнению с прошлым годом на пасхальный набор, это куличи, яйца, сало, буженина, мясо. Цены поднялись для людей на 130 гривен. Правительство сначала в 16-м году отменило контроль государственной на цены на товары первой необходимости и сразу потянули за собой выросли цены на все товары. А второе, что уменьшили поддержку фермеров. Фермеры откровенно жалуются, что поддержки нет никакой. Второе, на люди напуганные тем, что молоко перестанут принимать. Его назвали молоком второго сорта с 1 июля. В оппозиционном блоке предлагают возобновить госконтроль за ценами и пересмотреть правила ассоциации с ЕС. Уже летом селяне не смогут продавать свое молоко на рынках, так как оно не соответствует евростандартам. Такие нововведения попросту уничтожат мелких производителей, а цены на продукты вырастут еще больше. Марина Григориан, Светлана Шекера, Евгений Каминский, Александр Яновский. Подробности телеканала Интер. Погоня за алиментами. В нее включились и родители, которые годами не получают деньги на содержание детей и судебные исполнители. В Черкасской области более 16 тысяч должников. Как часто их находят, что забирают в пользу детей и чем это может обернуться, выяснял Станислав Кухарчук. В этой квартире, по данным исполнителей, живет мать, которая бросила двоих дочерей на отца еще 15 лет назад. Он потребовал алименты. Приставы пришли описывать часть квартиры, якобы принадлежащую ей. Бывшая свекровь удивлена, уверяет, невестка давно с ними не живет. В 2004 году ее отсюда выписали отсюда с этой квартиры судом. Никаких алиментов она не платила. Ей платили наоборот. Эти две девочки, которые остались, старшие сейчас, они с ее пособий ей давали пенсию. Понимаете, ей платили. Подобных казусов хватает, говорят исполнители. Да и отыскать неплательщиков крайне сложно. Хотя с ужесточением закона многие сами спешат погасить просроченные выплаты. С подобными долгами безответственных родителей и прав водительских лишить могут и за границу не выпустят. Отец 19-летнего Станислава должен бывшей жене 70 с лишним тысяч гривен. Хотя и живет с ними в одной квартире. Пока тот на заработках приставы описывают его часть жилплощади. Я не знаю, что сказать. Как бы я к этому ставлюсь. Как оно так должно быть? А вот соседи спешат вступиться за мужчину. Хотя от камеры прячутся. Хороший хлопец. Постоянно гроши сыну давал. Вот машину купил, приезжал буквально пів місяці назад. Я знаю, поселки він приносит. Учив його, вивчив на водіяв. Мать Станислава захотела получить полную компенсацию алиментів деньгами. Но выдадут их женщине только после того, как часть квартиры мужа продадут. Далі вона буде оцінена, виставлена на систему електронних торгів, на Ситам, і буде реалізовуватися. І від реалізації покажется боргованість по алиментам. Такая схема погашення задолженності по алиментам очень удобна для мошенников, уверяют юристы. Во-первых, покупатель становится полноправным собственником части жилплощади і имеет право жить там. Во-вторых, неизвестно, як этот покупатель розпорядиться своєю недвіжимостю. Нових власників може спонукати для певних шакрайських здійс іншою частиною власності. Тому що реалізувати частку квартиру це дуже проблематично. Коли можна реалізувати всю квартиру? О квартирних аферистах в Черкасах мы сняли целую серию материалов. Летом прошлого года местный адвокат по решению суда подселил к женщине с 7-летним ребёнком десяток крепких парней. Молодчики несколько месяцев терроризировали семью, пытаясь выжить её из дома. Схема у мошенников накатанная. И не исключено, что ею захотят воспользоваться, чтобы выселить из квартиры родных злостного неплательщика алиментов. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасы. Флюорографии и лечение больных туберкулёзом амбулаторно, то есть на дому. Такие изменения вскоре предлагает ввести Министерство здравоохранения. Чем это грозит украинцам, расскажут наши корреспонденты. Несколько дней назад на своей странице в Фейсбуке ИО-министра здравоохранения написала, методы борьбы с туберкулёзом устарели, и их нужно менять. Для начала отказаться от флюорографии и заменить стационарное лечение амбулаторным. Врачи с опаской ждут последствий. В этом противотуберкулёзном диспансере лечатся почти полсотни больных. Большинство люди без определенного места жительства, страдающие алкоголизмом и наркоманией. Лечить их вне стационара, уверяют медики, нереально. Они ликуются амбулаторно с перерывами, не имеют прихильности до ликования. И это привело до того, что хвори, которые поступают в стационары, запущены. Сами врачи не очень понимают, в чем новшество. Еще в 2014-м Минздрав распорядился, в диспансерах могут лечиться только пациенты с открытой формой туберкулёза. В результате в Тисменицком районе, например, не только значительно выросло количество больных, но и смертность в 2017-м у нас 20% пациентов поступивших померли на первом тижне ликования. Не время отказываться и от флюорографии, уверяют медики. Метод диагностики, анализ мокроты, предложенный Супрун, действенный, но в странах Европы, а не в Украине. Враховывая уровень жизни населения, враховывая условия социального благополучия населения, я бы не стал отмолваться от флюорографии, потому что есть так называемые группы риска, медицинские и социальные группы риска, и их необходимо обслуживать флюорографически. В этой поликлинике флюорографию ежедневно проходят около сотни человек. Именно благодаря этим проверкам, говорят врачи, наряду с туберкулезом, у пациентов были выявлены и другие заболевания легких. Мы не только туберкулез выявляем, есть полно разных болезней, и других, и патологий, и легеневых, и таких, что нужно, что люди найдены, мы никогда не знали, что у них такое есть. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, Украина входит в пятерку стран, где туберкулез сложно поддается лечению медпрепаратами. А из 100 тысяч украинцев 64 больны. Это в 9 раз больше, чем в европейских странах. Мало того, в последние годы этим заболеванием все чаще страдают дети. Андрей Кровец, Жанна Дудчак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Уволить Уляну Супрун призывают закарпатские депутаты. Они приняли обращение к центральным властям. Просят назначить компетентного главу Минздрава. Чем не угодила нынешняя руководительница, узнавали наши корреспонденты. Два громких обращения депутаты Закарпатского облсовета приняли уже под конец заседания. Первая просят Кабмин уволить Уляну Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. Глава области Геннадий Маскаль поддерживает такое обращение. Говорит накипело. В результате медреформы в области планируют сократить сотни врачей и медсестер. Еще Минздрав вовремя не обеспечил область вакциной против корей, что стало одной из причин вспышки этой болезни в Закарпатии, говорит губернатор. С начала года корью в области заболели более полутора тысяч человек. Из них 80% непривитые дети. Кроме этого в регионе нет денег на лекарства для тяжелобольных. Мы встали у разбитого корыта. Нам выделили деньги на придание инсулина только на первую певричию этого года. Другую певричию мы остаемся без инсулина. Это не одна людина, не тысяча, это несколько тысяч. В итоге 35 депутатов проголосовали за, против лишь один хирург Юрий Поканич. В этом же пакете проголосовали и за обращение к коллегам из Верховной Рады, чтобы те запретили закрывать лицо балаклавами и масками во время массовых акций. Людина закроет обличие, занесет туда оружие, выполняет террористические акты, и мы будем потом шукать, кто это сделал. Елена Зурина, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер Ужгород. Правовой беспредел в поселке Боровая Киевской области. Несмотря на решение Фастовского городского районного суда, местный глава сельсовета не может приступить к работе. Фактически в Боровой сейчас царит двоевластие. По факту руководят одни, а по закону должны другие. Ситуацию разбирались наши корреспонденты. В Украине уже постоянная практика невыполнения судебных решений. Очередной происходит с Дмитрием Басым. У него на руках решение Фастовского суда. В нем говорится восстановить на посту главы поселка Боровая Фастовского района, на котором его утвердил местный совет два с половиной года назад. Однако при спорной процедуре его сместили полгода назад. Утверждает не хотел подписывать коррупционные документы. Однако полномочия ему сейчас так и не передали. Сам глава райсовета Геннадий Сивоненко сейчас в отпуске. Отвергает свою причастность к конфликту. Местные депутаты считают, что причиной конфликта является земельный ресурс. И все, что произошло, желание его раздеребанить. Басой был сдерживающим фактором. Тот, по словам депутатов, препятствовал махинациям. В ведении по Совету 320 гектар земли. У местных народных избранников есть информация, что треть уже собираются отдать под застройку. А поселок совсем рядом от столицы. Коррупционное питание это земли, которых у нас очень много. Она не распакована между людьми. И поэтому это очень просто отримать и потом это использовать и распродавать. Массив близко 90 гектар государственной земли был запроектован под житловую многопроводную забудову. Это и свидетельство, что глава начальник Фастовской районной ради за предстоящей с местным забудовником Мялеком Виктором Нечипировичем запроектовали перспективную многоповерховую забудову. И на мою думку, что в этом обращается коррупционная складова. О процедуре восстановления у секретаря постсовета Юрия Руденко есть свое мнение. Для этого установлен законный термин на апелляцию. Апелляция была подана на это решение суду. Мы хотели дождаться, как представитель сельской ради, в особе выполнения обвинения главы, хотели бы видеть решение апелляции. Суд мог помилиться, правда? За разъяснениями мы обратились к независимым юристам. По закону, говорит Владимир Малюга, нынешний секретарь должен был бы просто подписать распоряжение возобновлении полномочий Дмитрия Басова. А теперь для него самого создается угрожающая ситуация. В случае невыконания решения суду данным органом, секретарем действующим, который еще действует, настаивает его криминальная ответственность, оскільки невыконание решения суду, которое по трудовым спорам выполняется безпосередно после его принятия, тягнет за собой криминальную ответственность и в данном случае санкция статьи предпочитает больше 5 до 8 лет избавления воли. Пока же на днях планируется проведение по этому вопросу вечера жителей Боровой. Линчеванием сняли его и все. Будем добиваться, будем поднимать людей. Носием влады есть народ. Я думаю, что решим это вопрос законным чином. В свою очередь депутаты уже передали в районную прокуратуру документы о злоупотреблениях с местным бюджетом и фактах возможной коррупции землей на районном уровне. Сейчас на теперешнем этапе справа передана к правоохоронных органам для открытия криминального проведения. Мы обратимся к правоохоронных органам именно для того, чтобы законным шляхом добиться того, чтобы у нас в селе было верховенство права. Прокуратуру фастовскую, міськую прокуратуру обратилась. В ответ пока что еще не подошла. Завтра должна состояться сессия постсовета. По мнению юристов она может только усугубить ситуацию. Глава поселка уже передал иск в суд высшей инстанции, который, по его мнению, утвердит его в правах и, наконец, разъяснит местным чиновникам ситуацию. Геннадий Вивданко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер из Киевской области. Карточный домик с реальными персонажами. В США решили снять телесериал по скандальной книге о Дональде Трампе «Огонь и ярость внутри Белого дома Трампа». Какие тайны откроют и почему эта новость возмутила главу государства? Дмитрий Анопченко прочел книгу, которую Трамп хотел бы запретить. Втеревшись в доверие к президентской команде, американский журналист Майкл Вулф, который мельком знаком с Трампом, потому что когда-то писал с ним интервью, получил полный доступ в Белый дом. Ходил туда как на работу, разговаривал с огружением первого лица, запоминал разговоры в курилке, собирал слухи, а затем и опубликовал книгу, наделавшую в Штатах столько шума. Огонь и ярость внутри Белого дома Трампа. Только появившись на прилавках, эта книга мгновенно стала бестселлером. А к сегодняшнему дню свыше двух миллионов экземпляров продано. И вовсе не потому, что книга такая хорошая. Все дело в том, что никто до этого настолько откровенно не писал о происходящем в президентской администрации. О всех просчетах, ошибках, а самое главное о привычках Дональда Трампа, о которых раньше не говорили вслух. К примеру, Вулф разведал, что у Дональда и Милании в Белом доме разные спальни. Впервые со времен Кеннеди, что в свою Трамп потребовал поставить сразу три телевизора и все утро смотрит телешоу. Президент якобы патологически боится отравления и поэтому предпочитает еду из Макдональдс. А горничным запретил прикасаться к своим личным вещам и особенно к зубной щетке. В книге утверждается, что возраст якобы сказывается на президенте. Он часто не узнает своих старых друзей, а сложную информацию о политике воспринимает плохо. Вулф подарил Америке еще одну сенсацию. Дочь президента Иванка якобы помешана на идее возглавить страну. И в семье решено, что она будет баллотироваться в президенты, когда отцу придет время уйти в отставку. И вот теперь все это стало основой для телесериала. Поговаривают, что автор продал права на экранизацию за сумму с семью нулями. Это как минимум 10 миллионов долларов. Для съемок наняли знаменитого режиссера. Никогда еще в Америке не снимали телесериалы о действующем главе государства. Только о бывших. Страна теперь гадает, кто сыграет президента и Миланию, Иванку и ее мужа Джареда, действующих министров и уволенных из команды политиков. Будут ли в сериале только те события, что в книге описаны или в сценарии вплетут и то, о чем Вулф не писал. К примеру, громкие романы Трампа с порнозвездами, о которых только сейчас стало известно. Неопределенность лишь подогревает интерес к будущему проекту, но сейчас понятно только одно. В Белом доме он действительно вызовет огонь и ярость. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Хоккейный клуб Донбасс шестикратный чемпион Украины. В заключительном матче финальной серии Украинской хоккейной лиги он обыграл Кременчук со счетом 3-0 и подтвердил звание сильнейшего клуба страны. Матч прошел в Дружковке Донецкой области. Всего в первенстве принимали участие шесть клубов. В следующем сезоне ожидаются участия уже восьми команд, ну а чемпионам еще предстоят поединки в еврокубковых турнирах. Цель достигнута. Борельщикам огромное спасибо что многие ребята приезжали из Донецка из городов в области которые находятся на неподконтрольных территориях. Это трудно даже оценить такую пользу. Конечно мы мечтаем о том чтобы выиграть чемпионат Украины в Донецком дворце спорта Дружба и в украинском Донецке. Это главная мечта. Все остальное по большинству не имеет значения. Я надеюсь что в следующем чемпионате команды уже подросли окрепнуты и мы надеемся увидеть от 6 до 8 команд. Выполнили задачу и идем дальше все в порядке. Очень много ребят новых нужно было сплотиться. У нас это получилось. Никто не знает как мы работали но я могу честно сказать что были очень тяжелые дни у ребят когда нужно было попкалывать скажу по простому. Они выдержали это. И в целом все домов получился удачный. Можно ли случайно похитить секреты НАТО? Что делать если в машине с вами решил проехаться гепард и чью мечту исполнил Папа Римский? Об этом не только в нашем обзоре. В Таллине злоумышленники украли секретные материалы НАТО. Воры залезли в машину к начальнику штаба Центра киберзащиты Альянса и похитили ноутбук планшет и флешки. Техника с закриптованной тайной информацией принадлежала силам обороны Эстонии. Полиция быстро нашла виновных. Ими оказались двое местных воришек давно известных Индейское захоронение обнаружили археологи под водой в Мексиканском заливе недалеко от берегов Американской Флориды. Находке около 7 тысяч лет. Благодаря песчаному дну останки и предметы даже деревянные детали хорошо сохранились говорят археологи. В этом районе на дне залива находится не одно захоронение американских аборигенов поэтому заплывать дайверам сюда запрещено. Во время сафари в Танзании к британцам в машину запрыгнул гепард. Любознательное животное изучало задние сидения а потом капот. Все это время туристы по совету экскурсовода сидели неподвижно. Но на камеру гепарда заснять все же удалось. Через 10 минут зверь решил покинуть автомобиль. Папа Франциск прокатил на попомобиле мальчика с синдромом Дауна. Он увидел 12-летнего Питера в толпе во время еженедельной аудиенции в Ватикане. Понтифик пригласил мальчика к себе в машину и подарил корону из воздушных шариков. Как оказалось Питер уже 3 года мечтал увидеть Папу Римского. Но из-за того, что он боролся с лейкемией, мечта осуществилась только сейчас. В бельгийском городке Дюрбюи фестиваль шоколада. Скульпторы со всего мира создали полсотни гигантских фигур из известного бельгийского лакомства. Всего здесь более 43-метровых горилл, слонов и фламинго. Гостей фестиваля приглашают полакомиться шоколадными напитками и макарунами. А детей учат вырезать статуи из шоколада. По всей территории фестиваля текут сладкие реки и установлены шоколадные фонтаны. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин